Здравствуйте! Меня зовут Фатима и моя фамилия Масуми. Мне 21 год и я изучаю русский язык в Мешкальском университете имени Фердуси уже три года. У меня есть вопрос. В интернете я не раз встречала выражение «Я вангую». Что означает «вангую»? Благодарю вас за ответ! Здравствуйте, уважаемые зрители! Глагол «ванговать» означает «предвидеть», «предсказывать» или «предполагать». Он образован от имени жившей в 20 веке слепой болгарской предсказательницы Вангелии Пандевы Гуштеровой, известной как Ванга или Баба Ванга. Ванге приписывались предсказаниям многих крупных исторических событий, а также судя поддельных людей. Был ли у этой женщины какой-то особый дар или история о ней – это сплав легенд и мошеннических схем – доподлинно неизвестно. Однако в русскую языковую картину мира ее имя вошло, хотя и употребляется в основном с ироническим оттенком. Иногда оно используется как имя нарицательное для обозначения неудачливых предсказателей или шарлатанов. Приведем несколько примеров из социальных сетей и интернет-форумов. Эти все Ванги – результат деградации образования, насаждения мракобесия. Слушая все эти кликушества, мы только теряем способность пробуждать мысль. А куда подевались все Ванги, которые в начале октября предрекали самую суровую за всю историю зим. Значительно чаще употребляется производный от имени глагол, причем в первом лице единственного числа. «Вангую что?» или «Я Вангую что?». Например, «Вангую, что проблемы с платежами начнутся прямо сразу». «Я Вангую, что этот канал будет популярным». Употреблять это выражение следует только в неформальном общении. В настоящее время оно является сленговым, хотя, возможно, когда-нибудь войдет и в литературный язык. Русский язык – великий, могучий и непрерывно обогащающийся.